Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я буду проводить первую в мире непредвзятую дегустацию самостоятельно сваренного пива. Но перед этим я расскажу вам, как мы его карбонизировали, как разливали по бутылкам, как охмеляли и сколько в итоге получилось готового пива. Вражение НИИП шло ровно по инструкции, кроме одного момента. Это то, что мы не смогли сильно охладить его. Надо было охладить до 9 градусов в последние 3 дня, а мы охладили только до 11. День разлива по бутылкам. Мы, как всегда, все продезинфицировали, помыли и засыпали декстрозу в бутылке. Вот такую вот большую ложечку. Тут 4,5 грамма мы взвешивали. У нас бутылки 0,75. Из конуса ЦКТ слили остатки дрожжей и хмеля. Наш ЦКТ имеет два крана. Один снизу, а другой сбоку. Поэтому разливать из него пиво всегда одно удовольствие. Кроме этого пива. Из-за того, что хмеля было так много, или из-за того, что мы не до конца охладили ЦКТ, его небольшое количество осталось в пиве и не ушло в конус. В итоге, когда мы начали разливать пиво по бутылкам, хмель очень быстро забил сливную трубку. Вот здесь. Там, где пружинка. Он набился туда и застрял. И мы не могли сначала понять, в чем же причина такого медленного набора бутылок. Только к четвертой бутылке мы заметили, что вся пружина в трубке в хмеле. Разлив мы, конечно же, остановили. Все помыли. Трубку помыли, продезинфицировали и потом продолжили дальше. Но примерно через 8 бутылок трубку снова пришлось чистить. Это первое наше пиво с сухим охмелением. Поэтому мы не знали, что такое вообще бывает и очень сильно удивились. Но по большому счету ни на что это не повлияло, кроме того, что мы пару раз помыли эту трубку от хмеля. На выходе мы получили 25,5 бутылок объемом 0,75. Это было первое наше пиво с сухим охмелением. И когда мы покупали ЦКТ, мы даже не задумывались, что бывает такое охмеление и мы будем его делать. Поэтому мы выбирали ЦКТ с большой крышкой, которую можно снять и удобно помыть все внутри. Вот смотрите, какая она у нас большая. В данном случае я боялась, что через такую большую поверхность, когда открываешь крышку, можно будет окислить или заразить пиво. Но вроде бы, фу-фу-фу, все прошло хорошо. Это первая моя НИИПа в жизни. Сравнить мне это пиво не с чем, потому что я его никогда не пробовала. Поэтому говорить я вам буду все по-честному. Первое, что лезет в голову. Давайте откроем пиво и посмотрим, как оно будет выглядеть в бокале. У меня нет специальных стаканов для НИИПы. Наливать я буду его вот в такой вот стакан. Продолжение следует... Пиво имеет мощный хмелевый запах. Хмелевый, не знаю как. Ананасом пахнет. Гриффрутом. Ну, очень много цветов. Есть небольшой хвойный запах. Ну, совсем чуть-чуть. Сейчас я его попробую. Ну, вообще, он не очень горький, он нормальный. То есть, я, когда мы его разливали, на самом деле, чуть-чуть попробовала с ложечкой. Оно мне показалось более горьким. Сейчас оно мне не кажется настолько горьким. Но горчинка у него есть, хорошая. Хотя я на кипячение не бросала с ней. Оно такое отрижающее. И оно такое, как сливочное. Вот мягкий такой у него вкус. Нежное очень пиво. И как будто там очень много цитрус. Я не знаю, как это объяснить. По цвету, кстати, у меня, по-моему, получилось вообще то, что нужно. Оно одновременно и нежное, и плотное. И в то же время его легко пить. Скорее всего, я бы это пиво не пила зимним холодным вечером. А пила бы его в жару, около бассейна. Вот что-то такое. Оно достаточно хорошо освежает. Оставляет во рту такие хорошие цитрусовые послевкусия. Пахнет оно очень так мощно ананасом. Особенно, когда мы только забрасывали туда хмель, открывали крышку. Там просто нереальные запахи стояли. Сейчас оно пахнет, но я даже не знаю, как сок. Вот мне очень какой-то мультифрукт напоминает. Что-то вообще не похожее на пиво. Что мы привыкли привычным в смысле этого слова понимать. Горечь во рту остается вот как будто грейпфрут съел. И она, кстати, проходит. То есть нету такого вот, что ты сидишь и тебе прям очень горько. Нет, такого нет. Скорее, это освежающая горечь, но больше, чем от всего пива, которое я когда-либо готовила. Если вы любите ипу, то я думаю, вам это пиво должно понравиться. Если вы любите сладкие какие-то сорта пива или фруктовое пиво, то я не знаю, ради эксперимента его стоит, конечно, попробовать. Но я думаю, тоже вы его не будете постоянно заказывать себе где-то. Я надеюсь, вы попробуете приготовить пиво по этому рецепту. И я думаю, оно вам очень понравится. Особенно, если вы любите пиво с горчинкой. И если вы любите цитрус. Это просто что-то нереальное. Он очень цитрусовый получился. Я тут сейчас сижу и пробую, пробую это пиво. И вот думаю, как бы его сделать более сладким. Мне бы хотелось, чтобы оно было как грейпфрут. Чтобы оно было сладкое. И потом было вот горькое послевкусие. Горькое послевкусие у него есть. А вот эта вот сладость, она только в запахе. Какой-то обман прям. Если вы знаете, как сделать это пиво сладким, напишите мне. Может быть, конечно, оно будет невкусным, если оно будет сладкое. В общем, если вы знаете ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, со мной. И я в следующий раз попробую сделать сладкую гейпфу. Пиво очень необычное, очень интересное. Но, как я много раз говорила, у меня любимое пиво родом из Бельгии. Поэтому, конечно, оно совершенно не похоже на это пиво. И ради эксперимента, да. Но, наверное, я бы не варила такое пиво больше. Хотя, если вы мне напишите, что оно будет очень вкусно, или сделать его сладким, то я попробую его сварить еще раз. Но так вряд ли. Я бы стала его готовить. Не из-за того, что оно получилось плохое. Оно получилось очень ароматное. По цвету вот такое непрозрачное, как оно и должно быть. Яркое, очень насыщенное цитрусами. Но просто я такое пиво не люблю. А кто-то, наверное, любит. Но попробовать его должны все, без исключения. Потому что это что-то нереально интересное. Догадаться, что вы пьете пиво, можно только в самую-самую первую секунду. И вообще, если его кому-нибудь подсунуть, я думаю, у него будут очень удивленные глаза. Потому что он не поймет, что он пьет. Что это такое? Мультифрукт? Грейпфрут? Сок с пивом? Я не знаю, как это даже объяснить. В общем, попробовать это должен каждый. У нас был такой случай, что мы приготовили бланш и дали попробовать его соседу. Наш сосед сказал, пиво обалденное. Какую химию вы туда добавили, конечно, стесняюсь спросить. Я говорю, какая химия? Только цедру апельсина и кориандр. Больше ничего мы туда не добавляли. И он стоял со мной и спорил несколько минут, потому что он не верил, что пиво может быть настолько ароматным и вкусным просто из таких ингредиентов натуральных. Поэтому вот это пиво точно у вас спросит, какую вы химию туда добавили. А вы уже варили или пробовали мипу? Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, когда вы первый раз ее попробовали. Кстати, вы говорите ее или его, потому что это L и как надо говорить правильно. Может быть, это оно, потому что это пиво. Пишите, короче, как говорить правильно. Мне очень интересно. Начальная плотность НИПа была 15,5%. Давайте посмотрим, сколько в ней получился алкоголя. Используя рефрактомер, а потом калькулятор на известном всем сайте, у нас получилось опьем алкоголя 7,35%. То есть пиво такое, хэви, я бы сказала, для меня. Я не знаю, как для вас. На этом я с вами прощаюсь. Я буду топивать свою НИИПу и думать, что бы мне такого интересненького приготовить дальше. В общем, всем пока. Чим-чим.